Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Все пророки прорекли до Иоанна. То есть пророки выполнили свою функцию, и их больше не будет. И никаких пророков после вознесения Христа быть не может. Да неужели? Посему вот я, говорит Иисус Христос, прямая его речь, посему я посылаю вам пророков. Пророков он посылает к вам. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Святого на всякую плоть, и будут что делать? Пророчествовать будут сыны, говорит Иисус Христос. Так закончилось время пророкское? По какой причине Иисус Христос противоречит самому себе? Вот это мы сегодня и разбираем. Привет всем, мир вам. Друзья мои, мне тут очередной раз выслали видео с намеком на то, что я лжепророк. Именно поэтому хочу начать урок именно с этого. В Евангелии от Матфея, 24 глава, Христос говорит следующие слова. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и прельстят, если возможно, и избранных. Что это значит? Это значит, что любой, кто после вознесения Христа назовет себя Христом, либо назовет себя пророком, является лжехристом, либо лжепророком. А теперь открываем Библию, которая у всех народов, у всех поколений, у всех конфессий одна. Одна. Соответственно, слова там одни и те же. Поэтому мы сейчас откроем Матфея, 24 глава. И зачитаем, что конкретно говорит 24 стих, потому что молодой человек выкинул слова оттуда. Важно. Итак, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Друзья мои, я тут вам фокусы не показываю. Я сижу ни с матронкой, ни со статуэткой, ни с иконкой, ни со свечками, не с догматами, а троица от каких-то святых отцов. Я сижу с Библией и читаю вам. Поясняю, что это значит. Потому что Отец Небесный послал меня с этим, да, открыть вам, рассказать, о чем говорит этот язык ангелов. Пояснить, что там было заложено от начала времен. Так вот, по поводу лжехристов и лжепророков, которые придут, прельстят многих и дадут великие знамения и чудеса, мы с вами говорили в уроке «Огонь благодатный». Да, и чтобы вы до конца убедились в том, что я был послан от Бога, и то, что Матфей 24, 24 говорит ровно о том, о чем я вам пришел открыть, что православие и католичество – это лжехристы, дающие великие знамения и чудеса. В книге Откровения, в 13 главе, в 13 стихе Господь вам говорит, что «и творит великие знамения, так что огонь низводит на землю пред людьми». Найдите, что называется, десять отличий. Дальше, если вы в это не верите, это уже ваше личное дело. В общем, вот оно и получается, что православие и католичество – это лжехристы, там же уже и претестантизм, потому что лжепророки воссели там же, в виде икон Матрон, чудотворцев, которые пророчествуют, идолы-статуэтки в виде Дев Марии. Вот это лжепророки, которые воссели в лжехристах и прельстили многих, и дадут великие знамения и чудеса, низводят огонь на землю, то есть там у православных по каким-то праздникам благодатные облака сходят, к католикам Дева Мария, то и дело является. Одних спасают пояса Богородицы, вторых – трупы умерших людей под названием мощи. Вот они, чудеса и знамения от лжепророков. Бог сказал во Второзаконии, в 18 главе, «Вопрошение мертвых – это смертный грех». Матрона – человек, чудотворец – человек, Дев Мария – тоже человек была. Все они умерли, и выходите, сатана дал вам вот эти вот сколотил иконки и сказал просить у них, у людей, у мертвых. «И произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимиам чужеземным богам и поклонялись делам рук своих». Вот чем вы занимаетесь. То есть магия в прямом смысле. Еще там ставите свечки, вот это все, кресты на себя цепляете. Друзья мои, я не ругаюсь, я открываю ваши глаза. Я не оскорбляю ваши чувства, я открываю ваши глаза, чтобы вы успели проснуться. Времени остается уже два года, и время на покоение выйдет. В 2026 году. Просыпайтесь, пожалуйста. Антихрист – это ведьмы, люди, занимающиеся магией в любых ее проявлениях. Таро, гадания, ворожба, исход 22.18, ворожей не оставляй в живых, Бог сказал. Все, кто занимаются магией в каком-либо ее проявлении, это магия, это религия сатаны. Соответственно, все эти люди – это антихрист. Дух заблуждения, дух антихриста живет в этих людях. Они не пропагандируют Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Они не говорят о нем. А православие и католики, не подозревая этого, вопрошая мертвых, занимаются магией, просят у мертвых людей, контакт с мертвым миром, совершая всякие обряды, ритуалы, и так далее. Все это происходит непосредственно через контакт с мертвыми, с потусторонним миром. Вот почему православие и католики – это лжи Христы. Как бы вам это тяжело не было понять и принять. Факт остается фактом. С этим Господь меня послал. Любой, кто после вознесения Христа назовет себя Христом, либо назовет себя пророком, является лжехристом, либо лжепророком. То есть, опять же, кто заявит о себе Христос? Я не Христос. Я глаз вопиющего в пустыне, о котором говорил Иуиль 2.11. Я поздний дождь, о котором говорил Иуиль. Пророк Иуиль, почитайте его. Речь во второй главе в 11 стихе идет никак не об Иоанне Крестителе. То есть, это мне тоже заявил католик, с которым я встретился недавно, о котором я говорил в предыдущем уроке. Речь никак не о Крестителе, потому что во второй главе в 11 стихе пророка Иуиля говорится о том, что кто выдержит этот день. То есть, все выдержали, получается. А значит, мы живем в тысячелетнем царстве Иисуса Христа? Но что-то как-то это вообще не тянет на тысячелетнее царство, о котором говорит книга Откровения. Задумайтесь об этом. Соответственно, Иуиль говорит о гласе, и еще о пустыне, вот, в последние дни. А Иоанн, как это было сказано, А Иоанн Креститель, как это было сказано, посылает Господь, ангела, чтобы приготовить путь Господу первому пришествию Иисуса Христа. Вы понимаете, в чем разница-то? А потом в Евангелии от Иоанна Иисус Христос в 13 главе в 20 стихе сказал, что кто примет того, кого я пошлю, принимает и меня. А кто не примет, у вас начинаются большие проблемы, друзья. Именно поэтому мне не нужно ездить из города в город, мне нужно ездить по всей стране и по всему миру. Иисус Христос перемещался из точки в точке, находясь в Израиле. То же самое происходит у меня сейчас. Находясь на одном месте, я перемещаюсь благодаря интернету. Вы меня увидели, все, Он до вас коснулся. Отец Небесный, Иисус Христос, коснулся до вас. Дальше это ваше дело. Принимаете вы меня или не принимаете? Но до этого мы еще дойдем в конце. Чем это все грозит? Если вы смотрите мое видео, если вы попали на мой канал, вы не просто так сюда попали. Ваша задача сесть и задуматься, вообще услышать, о чем я говорю. Именно поэтому я говорю, что лжехристы приходили и идут в виде православных католических храмов, протестантских общин. Все то, что люди называют Божьим домом, Божьим домом не является. Мы это с вами выяснили с уроком Дома молитвы. Пройдите, посмотрите. Пока вы не посмотрите все те ссылки, которые будут находиться в описании данного видео, вообще в описании каждого видео, я всегда прикрепляю ссылки тех уроков, о которых я упоминаю. Пока вы их не просмотрите, вы не поймете, о чем я говорю вообще. Поэтому проходите, пожалуйста, и смотрите. Так вот, никакой из Божьих храмов Божьим домом не является. Все это лжехристы, пришедшие испокон веков. Помимо них пришли секты, типа Весерион, АЛЛАТРА, Созидательное общество, хлысты, боги Кузи, вот это все лжехристы. Понимаете? Почему? Потому что Весерион принес последний завет, то есть прям написал последний завет. Я сижу с Библией и зачитываю вам ее, и поясняю, по какой причине не во имя Отца и Сына и Святого Духа мы крестимся, молимся, каемся, а во имя Иисуса Христа. И обращаемся только к Отцу Небесному, ни к Девам Мариям, ни к Матронам, ни к Иконам, ни к Чудотворцам, ни к кому из них, ни к Святым Отцам никаким. Мы обращаемся к одному, к Господу Богу, Отцу нашему Небесному, во имя Иисуса Христа, по любому вашему поводу. Об этом говорит Священное Писание. Евангелие. Вы этого не видите и не слышите, потому что ваши уши и глаза запечатаны. Потому что вы находитесь уже испокон веков во лжехристах. В духовном мире демоны вам закрывают уши и глаза. Все, вы не слышите, о чем я говорю. Пока вы не выйдете оттуда, пока вы не откинете ваш скепсис и не начнете меня слушать, вы не почиститесь никогда. Вы не будете свободными. Просто вообразите, что какой-то один человек, ну, многие, опять же, я повторяю, что ждут какого-то одного антихриста, который придет, и все ему поклонились. Вы думаетесь вы это просто, что какой-то один человек приходит, и все истинно верующие, знающие Священное Писание, прям раз, и ему поклонились. Этого не будет никогда в жизни. Никогда ни за что этого не случится. Попробуйте вы сейчас, выйдите на улицу и начните пропагандировать Иисуса Христа, как это делаю я. А потом посчитайте людей, которые на вас будут косо смотреть, в глазах которых вы прочитаете, что вы шизофреник, да, и напишите мне в комментариях, сколько человек вам удалось привлечь вообще. Ну, привлечете вы огромное количество, да, людей, внимание, сколько людей вас услышит, да, когда вы к ним обратитесь и скажете, время последнее, покайтесь. Если в вас не плюнут, это уже хорошо. Поэтому вот так. Не будет одного человека, который будет являться Христом и ему все поклонятся. Не будет одного человека, который будет являться Антихристом и ему все поклонятся. Не будет такого. Библия говорит не об этом. Это духовная книга. Поймите это, пожалуйста, уже наконец-то. Люди в своей общей массе, они непробиваемые. Опять же, в диалоге с католиком, я же ему высылаю, говорю, ну как? Так, только Отцу Небесному обращаемся, только во имя Иисуса Христа. Он мне говорит, ты дурак, наш диалог закончился. Ну, как бы невозможно стучаться вообще до людей, потому что сатана этих людей держит, и он их не хочет отпускать. То есть я не от фонаря это беру, я открываю Библию, даю конкретные главы и стихи и спрашиваю. Вот смотри, здесь написано, обращайтесь, дам вам всё, обращайтесь к Отцу Небесному во имя моё. Иисуса Христа ни про Отца, ни про Сына, ни про Духа Святого не сказано. Я прошу, найди мне стихи, где, говорится, просить Отца Небесного во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В ответ я получаю, что я дурак. Лжец, Антихрист и так далее. Ну, как бы, слава тебе, Господи, что у меня нет задачи ни с кем спорить. Моя задача передать в интернет, вот так, на YouTube в виде урока. А помимо того, что я сижу с Библией, да, а не с последним заветом и так далее, да, Бог пришёл ко мне в виде света, пока я спал. То есть у меня появилось чёткое ощущение и желание того, что я должен, хочу себя снять этой ночью. То есть вот это пылающий куст Моисея. Вы этого не видите. Вы понимаете, насколько вы слепы, друзья? Вы не слышите толкование тех притч, которые Иисус Христос сказал две тысячи лет назад. Да, сегодня он открывает, что в них заложено от начала времён. Вы не слышите этого вообще. Вы не слышите голос вашего пастыря, потому что вы в лжехристах, с лжепророками, и в восторге от этих благодатных огней и облаков, о которых он говорит в Откровении 13-13. Водите крестные ходы, ритуальные вот эти вот, с трупами вместе. Вот и всё, что происходит, друзья. Это полная противоположность тому, чему учил Иисус Христос. Время Великой Скорби началось. Не пройдёт и род сей, как всё это сбудется. И подтверждением тому были разрушительные землетрясения в Турции, и Хамас напал на Израиль. Израиль – это прообраз Божьего народа, мира, случилось событие в Израиле, но это означает, ознаменовало время Великой Скорби. Так же, как и разрушительные землетрясения в Турции, они случились ровно в начале 23-го года, когда я весь 22-й год кричал вам об этом, что время Великой Скорби наступает. Но помимо этого, как только я вернулся в Россию, началась военная операция. А за два месяца до этого я сказал, что наше поколение застанет Иисуса Христа живыми. Откуда мне это было знать? Вот так совпадение 150-миллионное. Просыпайтесь, пожалуйста. Если кто-то не понял, скажу, что все, каждый говорит, что Третья мировая, уже все знают о ней, что она должна случиться, да, вот эти последние времена, еще с Майдана. Но почему все это не произошло в 15-м, в 16-м, в 17-м году, в 18-м, в 19-м? Военная операция началась ровно в 22-м году. Ровно через два месяца, когда я сказал, что начинается. Стадия кукушка, наркоман, и мне надо больше спать, мы уже прошли, да, давайте теперь опираться на мое кино, голос вопиющего пустыни. Договорились? Вот смотрите, я ни на что не намекаю, скажу несколько фактов, а вы сами сделайте выводы. Как я только приехал в Россию, как только приехал, закрылись ворота вообще между Россией и Америкой. Так? Вот закрылись. То есть не летать ничего нельзя, началась вот эта вот военная операция в Украине. Как только я выложил кино два дня назад, свое кино, голос вопиющего в пустыне, я не смотрю новости никогда, но сегодня я захожу в зал, где моя бабушка с включенным телевизором, и вижу, что главная новость дня. Они только что запустили гиперзвуковую ракету, поскольку это единственное, что они могут провести с максимальной точностью. Придя сюда, да, к этим кушинам, он увидел всю ситуацию, он помолился, сказал, все, отец, я сделаю это, так или иначе. Вы понимаете, что происходит? В этом и смысл. Вообще всего. То есть он знал, он увидел себя, он увидел свой финал на этой земле, да, но он шел до конца. Он дошел просто, поэтому и эту ракету никто не остановил. Как известно, это серьезное оружие, но оно несет такую же боеголовку, как любая другая пусковая ракета. Так что разница небольшая, за исключением того, что такую ракету почти невозможно остановить. Именно по этой причине ее используют. намек поняли? Совпадение? Нет? Как вы думаете? Я пришел сюда вас учить не читать Библию, а знать Библию. Знать, в горы бежим. А теперь берем наши очень натянутые, вообще сейчас уже по новостям говорят, что закрытые отношения между Россией и Америкой. А я голос выпиющего в пустыне. Именно так отец мне сказал, наш небесный отец сказал начать мое кино. которое уже онлайн. Смотрите, пожалуйста, изучаем Библию вместе. Для чего отец открывает Библию нам по-другому, да, вам по-другому ее открывает, чтобы вы научились смотреть в Библию и не видеть там самарянку с мужьями и кувшинами, а видеть борьбу между Богом и сатаной. благодаря чему вы научитесь смотреть вообще в мир и видеть, что происходит. Что вот она, ракета, да, означает то, что ни борьба между людьми началась, никакая. А это сигнал для обоих сторон. Старт, бегите в горы, все. Когда вы поймете о том, что я говорю в фильме, голос выпиющего в пустыне, вы научитесь видеть новости по-другому. Вы поймете сразу, что за каждым человеком либо ангел, либо бес. И вот здесь войнушка-то и идет духов. Чтобы понимать, что происходит, чтобы мне было проще объяснить вам, чтобы сократить время, которое у меня нет. Я в данный момент нахожусь посередине поля, серый закат, уже не красное солнце. Я голый. Я вижу армию, которая несется на меня, чтобы просто разорвать, оторвать мне бушку, чтобы меня уничтожить, чтобы меня не было. Но я этого не дам сделать. Вы увидите, что станет с той армией. Пока. Открывайте ваши глаза. И последнее, и самое главное, я не собираю никого никуда. Я передаю информацию в виде видеоуроков на YouTube. Вы сидите дома, открываете, покупаете Библию, начинаете ее изучать вместе со мной или сами, как вам удобно. Но если вы принимаете меня, вам все грехи прощены, и вы не попадаете на суд. Те, кто не приняли меня, идете на суд. Потому что Бог сказал, ты возвращаешься домой, мне он сказал, ты возвращаешься домой из Штатов, и будешь снимать кино. Когда я приехал сюда, он сказал, вот твое кино, и ты идешь ровно по этому сценарию. Поэтому все, о чем говорил Иисус Христос, ровно то же самое Отец Небесный хочет, чтобы я говорил вам. Именно поэтому я провожу параллели. Потому что Иисус Христос сказал, что принимающий того, кого я пошлю, принимает и его. А кто принимает его, принимает отца. Именно поэтому все, кто слышит мои слова и верят в пославшего меня, Иисуса Христа, они принимают и отца. Вот и весь секрет, друзья. И насколько вы искренне принимаете меня, собственно, от этого и будет зависеть ваше будущее духовное. Бог видит ваши сердца и ваши внутренности и вашу душу. Вот, и все. Я нигде ни в каком уроке никогда не сказал, что я Христос, верьте в меня. Я сказал, что я глаз приющего пустыни, который был послан сообщить о втором пришествии Иисуса Христа. Это все, о чем я говорю. А дальше уже Иисус сказал вам, что те, кто примет меня, принимают его. Он сказал это в Библии. Это его прямая речь, не через апостолов, друзья. Просто вы слепы настолько и глухи, что вы не можете понять, что Бог тут, оказывается, говорит неоднократно много раз и в Ветхом, и в Новом о посланнике в последнее время. Но то, что все последнее время с Хамасом, о котором я предупреждал до того, как это случилось, все уже убедились. Теперь поймите, что посланник есть, который сообщает об этом, обо всем. Опять же, я не ругаюсь, я возмущен, потому что мне кидают вот это, смотрят мои видео по три минуты, вырубают и пишут мне, какой я дурак, лжец, и высылают вот эти вот видосы знающих людей, которые зазубрили общеизвестные стихи о том, что никто не знает ни часа, вас там уже христы лже-пророки, но не понимают, о чем Бог вообще там сказал. Ни дня, ни часа я вам не назвал, а год прописан здесь, на эту тему урок «Убойтесь Бога». Это урок многих пасторов-проповедников, которые собрали множество стихов из Ветхого и Нового Завета, указывающие на то, что год второго пришествия Иисуса Христа известен. Но я вам обез них пояснял это с 22-го года, потому что Иуиль сказал, что будет глаз, после которого начинается последняя седьмина, это Даниил 9, 27. Лука сказал, что не пройдет и рот сей, когда увидите небесные знамения, но вы их никто не увидели, потому что ваши глаза слепы, а уши глухие к Слову Божьему, к глазу Божьему. Перейдем к вопросам пророков. В Евангелии от Матфея 11 глава Христос говорит следующее, все пророки прорекли до Иоанна, то есть пророки выполнили свою функцию и их больше не будет. Хочется сказать, да неужели, давайте откроем Матфея 23 главу 24 стих, простите, 34, посему вот я, говорит Иисус Христос, прямая его речь, он сам говорит это в Евангелии от Матфея, который католики принимают и православные, которые считают, что истина это только первые четыре книги Евангелия, вот он, прямая речь Иисуса Христа, Матфея 23, 34, посему я посылаю к вам пророков, пророков он посылает к вам, то есть понимаете, вы и те, кто заявляет, что время пророков прошло, говоря то, что если кто-то появится, это все сатана, вы себя осудили, друзья, все, вы идете на суд, пророков Иисус Христос посылает, деяние 2,17, это уже для тех, кто принимает, кто понимает, что все книги в Священном Писании Евангелия от Матфея до Откровения это все Евангелия, Матфей, ой, деяние 2,17, И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Святого на всякую плоть, и будут что делать? Пророчествовать будут сыны, говорит Иисус Христос через апостола Павла. Еще раз напоминаю, апостол Павел Иисуса не видел. Грубо говоря, апостол Павел прообраз меня, потому что Бог со мной заговорил и открывает мне в одну секунду притчу, я знаю, о чем она, что в ней заложено от начала мира, не про волов овец, а про людей, священников и пасторов, которых он выгоняет из храма, он всех выгоняет из храма, потому что там магия, магия это религия сатаны, божьи храмы это не божьи храмы никакие. Так вот, сыны, говорит, будут пророчествовать ваши, так закончилось время пророков-то? Или Иисус противоречит самому себе? Что происходит? Давайте разберемся. Откроем Иоанн 16 главу, мою любимую, одну из любимых, указывающих на посланника. Подробно мы это с вами разбирали в предыдущем уроке под названием Евангелие, но сегодня мы снова должны открыть это, потому что видео мне прислали сразу же, как я опубликовал последний урок. Вот так и идет работа Духа Святого. Я не успеваю отдыхать, но мне отдыха не нужен, но сам факт, что я выложил урок, мне приходит следующий. Разбираем, должны ли быть пророки, или время их закончилось, по какой причине Иисус Христос противоречит самому себе? Вот это мы сегодня и разбираем. Итак, 16 глава с 12 стиха. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не вместите всего. И так у вас голова закипела, он говорит. Пока остываете две тысячи лет, пошлю, будет закипать снова. Ну, у кого-то закипать, а у кого-то бесы держат просто, не могут понять, что посланник пришел. А кто принимает, у тех и голова не закипает, потому что они слушают уроки от начала до конца и понимают, что происходит, и о чем я говорю. Вот в чем секрет. Когда же придет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что он слышит, и будущее возвестит вам. То есть возвещение будущего это пророчество, да? Человек будет говорить о будущем, то есть пророчествует о том, что говорится в Матфея 24 глава о времени великой скорби. Я пророчу и рассказываю, да, что будет происходить. А что будет происходить, вы можете посмотреть в уроках зверь, иуда, синдром демона, саранча. Все эти уроки будут одними из первых ссылок в описании данного видео. Подготавливайтесь, друзья мои, потому что грядет очень страшное время, которое начнется с 2026 года, когда время на покаяние выйдет. закончится первая половина скорби, три с половиной года, свидетельство двух пророков, почему два пророка, это я есть урок, два пророка, я его залил на резервный канал, теперь оно есть на ютубе. Также будет ссылка в описании данного видео, давайте поставлю его первой ссылкой, два свидетеля, это один человек, это не два человека, там вот подробненько мы с вами это поясняем. Так вот, первая половина времени скорби, три с половиной года, с 23 по 26 год идет свидетельство двух пророков, вот я свидетельствую, читаю с вами Библию, говорю, что все сбудется здесь, до последнего слова, об этом сегодня не урок, да, то есть я пришел не нарушить, а подтвердить закон, вот я вам подтверждаю, сижу, что все, что здесь сказано, от первого до последнего слова, все сбудется, друзья, и оно сбывается на наших с вами глазах. Друзья мои, а если по какой-то причине вы не находите какой-либо из уроков на платформе YouTube, эти уроки всегда есть на платформах Zen, Routube и в моем Telegram канале. И также напомню то, что в отличие от платформы YouTube, платформы Zen и Routube ведутся с начала 2022 года, то есть там вы сможете сверить даты публикации любых из уроков, потому что канал YouTube мне приходилось восстанавливать в 2023 году. Так вот, человек, возвещающий будущее, это пророк. Ну, как бы, что объяснять-то, да? Первое Коринфянам 14 глава. Достигайте любви, говорит Павел, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Именно поэтому я такой эмоциональный, потому что во мне ревность говорит. Ну, и, конечно же, потому что у вас осталось уже два года на покаяние, а вы все в меня камни швыряете. Вы понимаете, что происходит? Не понимаете, поясню, что фарисеи, знающие Писание от корки до корки, читая Исаию и других пророков, которые конкретно говорят о том, что Иисус Христос будет изъязвлен с грехи наши и будет распят. Фарисеи, попы, священники, пасторы нашего времени, знающие эти стихи, знающие эти книги наизусть, шли и распинали его. Понимаете, насколько слепы были люди и глухи вообще? А чем мы лучше? Ремлянам 12 шей. Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования. Кто? Имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Я пророчествую ровно по мере веры, и все мои пророчества, о которых я говорил в 22-м году, насчет 23-го года, они сбылись, друзья мои. В отличие от Елен Вайт, сидящих в протестантских общинах, которая пророчества во время Великой Скорби не начнется, пока не подпишется закон о поклонении и воскресении. Пророчество не сбылось. И опять же, пророчица Елена Вайт, это та же самая иконка в православной церкви, потому что пророки, вот эти лже-пророки, их повесили в храм Божий, это вообще ужас, люди ходят, им поклоняются. То же самое с Еленой Вайт. Ее впарили каждому протестанту, посещающему адвентистские общины. Я не знаю, в других, там, другие книги, поэтому я говорю за адвентистов, потому что, ну, как бы, моя мама и братья и сестры, это выход из адвентистской общины, куда они больше не ходят. А Елена Вайт пошла на костер, и очень хорошо книжки горели, я не сижу в церкви ни в какой, я еще раз поясняю, в чем разница между этими лже-пророками и мной. Я передаю информацию в виде видео на YouTube. Принимаете? Принимаете. Не принимаете? Ваше дело. А книжки Елены Вайт и Матроны с чудотворцами и так далее, с догматами о троице от каких-то святых отцов подаются вам вместе на одном блюде с Библией, и вы начинаете зарваться в этих Еленах Вайт и догматах о троице, чтобы вместо того, чтобы понять, что Иисус Христос учил просить каяться и вообще любое обращение к Отцу Небесному одному и только во имя Иисуса Христа. Понимаете, в чем проблема? Так о чем же говорит тогда Иисус Христос, говоря о том, что пророки прорекли до Крестителя, а Иисус Христос пришел не нарушить закон, а исполнить его. Все пророки прореклись до Крестителя, все, Креститель был печатью всех пророков, и Иисус Христос пришел подтерлить закон и закрыть историю Ветхого Завета. Все. Еще раз повторяю, здесь речь идет не о десяти заповедях, здесь речь идет о том, что евреи попали под проклятие, подписав Синайский Завет. Синайский Завет это не инициатива Господа Бога, это мы подробно разбираем в уроке Ветхий, будет второй, ссылка в описании данного видео, проходите, смотрите. Иисус Христос завершил, закрыл всю эту тему Ветхого Завета, Ветхий Завет уплыл с Ноем, как я уже и говорил, все, на тот корабль уже никто не попадает, домой мы возвращаемся только через Евангелие, через Иисуса Христа, Иисус Христос это Евангелие, Моисей это Ветхий Завет, Иисус это Евангелие, Мухаммед это Таран, а я глаз опьющего в пустыне, после которого сразу идет Иисус Христос, понимаете? Вот что происходит. Иисус Христос, принеся Евангелие, внес изменения и дополнения к закону. Опять же, да, что за противоречия такие, когда Он пришел не нарушить, а исполнить. Но что Он делает? Мы же знаем все. Он сказал, вам сказали глаз за глаз, а я вам говорю, подставьте другую щеку. Исправил закон? Он исправил закон. Вам сказали ворожей в исходе 22.18 не оставлять в живых, убивать их? Друзья мои, если бы Он не сказал, что придите, покайтесь, никого убивать не надо, у нас бы костры не угасали здесь, потому что каждый второй занимается магией, вы понимаете? Каждый второй, постучите к соседу прямо сейчас и спросите, занимался ли он магией. Когда-нибудь, какой-нибудь. Таро это магия, гадание это магия, руми это магия, вы идете, вы даже этим не занимаетесь, но если вы раз попали к ведьме, к вам уже духовные клещи присосались, вы не имеете милости. На прощение время есть у всех до 26-го года, да, на покаянии, но его тоже нужно вымолить, как вы понимаете. Поэтому даже если вы один раз попали к ведьме, вас уже присосали к миру мертвых, вот что происходит. Вы милости не имеете, а люди об этом просто не знают, они думают, что ну как бы сходила к гадалке, она мне там ножку полечила, она мне там будущее, конечно предсказала, потому что весь мир мертвых уже рассказал, что ей надо сказать вам. Вот и все. Сатана тоже дух, и таким образом он держит вас в наручниках. А после 29-го года до свидания, мы с вами прощаемся, потому что вы не покаялись, вы думаете, что я идиот, рассказывая, толкуя вам Библию, и говорят, что ведьмы живут в каждом храме, они вам сами об этом говорят. И вот благодаря таким знатокам, которых мы сегодня обсуждаем, а это каждый второй сейчас, вы понимаете, вот таким образом сатана сеет сомнения. Я сейчас обращаюсь к тем, кто уже слышит меня в первую очередь. Друзья, если в вас зародилось зерно, если вы знаете, если вы поняли, что Иисус Христос послал меня, и последнее время началось, не позвольте никому, ни из каких терниев, никаким воронам, скорпионам украсть это зерно. Я объясняю, как это происходит. Вы смотрите одно мое видео, например, а в перевес этому Ютуб вам выдает еще тысячу вот таких вот знатоков, которые сеют в вас сомнения. И наутро вы просыпаетесь и начинаете чесать репу. Давайте скажем. Они в заблуждение ли меня вводят? Потом вы снова открываете мое видео и понимаете, что нет, вы не в заблуждении. Потому что я говорю, что я пришел сюда бороться с магией и с ведьмами. Это то, о чем Библия говорит. И молиться нужно одному Отцу Небесному, не во им троице. Это о чем Библия говорит. И я исповедую Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Это то, о чем говорит Библия. А маги, колдуны, чародеи говорят, что все это старые байки. Понимаете? Ваш дух укрепляется, но десятью минутами позже Ютуб вам дает еще тысячу вот таких знатоков и вас опять начинают сеять сомнения. Эй, люди! Это же Иисус, сын нашего Иосифа, не так ли? Мы хорошо знаем его отца и мать. А он говорит, он уверяет, что он к нам с небес сошел. Вот так работает сатана. Поэтому не дайте никому украсть вашего зерна. Взращивайте его, укрепляйте ваш дух. Потому что все эти глухие и слепые будут нуждаться в нас после 26-го года. Ровно такой же вопрос получил от своего соседа, который смотрит мои уроки, православный сосед, который не имеет Библии. Он, смотря мои уроки, видя свет, говорит, ты же свет видел? Свет надо мной, когда я сплю, видел. Ну, он мне говорит, странно, зачем ты это все делаешь? Зачем тебе это надо? И я им поясняю, что... И поясняю вам, всем, тем, кому нужно пояснить. Не я говорю. Я инструмент в руках Господа Бога, который говорит через меня. Все, что я говорю, не я говорю. Он говорит. Все эти учения, это не мои учения. Все, что вы слышите, это не я говорю, это не я придумал. Да, то есть я говорю то, что мне нужно сказать. Я не делаю ничего от себя, я не говорю никакой от себя тины. Вы понимаете? И пока вы этого не поймете, пока вы не поймете, кто я, вы не поймете, о чем я говорю. Да, у вас задача, одна из первостепенных, понять, кто я. Поэтому я вам говорю, смотрите уроки, чтобы понимать. То есть, несмотря уроки, вы не поймете, кто я и что происходит. Мы, армия Христа, они, и чмени пшеница, которым придется бежать на пятой скорости. Не знаю, сколько там в машине скоростей, уже забыл. Но сам факт. Мы с вами идем в горы, а им придется чесать так, что пятки будут сверкать. Ну, потому что ад начнется, вы не представляете, какой, в их голове. Об этом подробно урок зверь и синдром демона. Посмотрите, чтобы понять, какой ад будет происходить в голове у людей. И урок Иуда, кстати говоря. Саранча, он все-таки поясняет то, о чем говорит девятая глава книги Откровения. Кто из Саранча, кто все эти люди, джихад, который появится. В общем, об этом речь. Голод, эпидемия и так далее. Читайте Евангелие каждый день, чтобы вас не обманули и не вели в заблуждение. Да, я добавлю, читайте все Евангелие, они самые популярные стихи. А если вы уж приводите их, то попытайтесь понять, о чем они говорят. Да, это то, что я вам пытался объяснить выше. Все Евангелие нужно читать. И если вы начинаете говорить об Антихристе, вы в такой же степени, в равной, должны говорить о Божьем посланнике, о котором здесь говорится. Если вы говорите о Лжехристах, то и поясняйте, кто это. Это секты, это православие католичества. Ну, если вы католики православные, вы, конечно же, этого говорить не будете, но вы хотя бы должны понимать, что секты, типа Виссарион, АЛЛАТРА, Созидательное общество, хлысты, вот это Лжехристы, где люди себе резали гениталии, ой, это были не хлысты, а скопцы, да, хлысты себя хлыстали, потому что думали, что так нужно бесов выбивать из себя. Вот это вот секты, вот это Лжехристы, Бог вообще не об этом говорил, а люди себя резали, вы понимаете? И хлыстали, по кругу там бегали, вот эти вот бесовские круги нарезали, ну а сейчас ходят с крестами, крестные ходы, ну как бы одна и та же история вообще просто с другого ракурса, как вы не можете понять-то? И сразу попытайтесь представить, что приходит какой-то один человек, и ему все поклонились, даже вы, вы считаете себя избранными, знающие Библию, ну просто представьте, не будет этого никогда, что кому-то одному весь мир сейчас поклонится, ну как бы не будет этого, это просто невозможно, а третий храм на небе, третий храм на небе, об этом нам говорит книга Откровения, и Антихрист воссел уже там, в виде людей, ведьм, которые входят в православные храмы, вот там, в духовном мире, это уже Антихрист в храме сидит, понимаете, которого я пришел вгонять оттуда, мы здесь, люди, проекция там, вот это поймите, тоже, то есть то, что происходит здесь, это такая миниатюрочка того, что происходит на небе, возвращаемся к вопросу вот таких вот знатоков, с которых начался урок, Матфей, 16 глава, то есть что они делают больше, пользы или вреда наносят, я не знаю, но мой вам искренний совет, не судите никого, не судимы будете, исповедуйте Иисуса Христа, пришедшего в уплоти, без какого-либо намека на осуждение кого-либо или чего, вы не понимаете, что происходит в данный момент, поэтому вот Матфей, 16 глава, 23 стих, исключительно про вас, он же, Иисус, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что божье, а о том, что человеческое, то есть Иисус своему ближайшему апостолу сказал, отойди от меня, сатана, то есть мы понимаем, что в Петре, который был рядом с Иисусом, был сатана, не обольщайтесь, друзья мои, то, что вы читаете Библию, и вы все святые тут, нет, сатана будет искушать нас до последнего, поэтому, опять же, не осуждайте никого, вы не понимаете, что происходит, в вас говорит сатана, а если вы православный или католик, то вы дети дьявола, об этом сказал Иисус Христос в Евангелии от Иоанна. Если пребудете в слове моем, значит вы истинно мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Мы семья Авраамова и никогда не были рабами. В каком смысле мы будем свободны? Истинно говорю вам, всякий, кто грешит, есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Если сын освободит вас, истинно свободны будете. Да, вы семья Авраамова, но хотите убить меня, ибо слово мое не вмещается в вас. Я о том говорю, что у отца моего видел, а вы то делаете, что видели у своего отца. Если бы вы детьми Авраама были, вы бы делали то же, что делал он. Я вам всего лишь сказал истину, которую слышал от Бога, а вы меня убить хотите. Авраам такого не делал. Вы же делаете то, что ваш отец делал. Бог, сам Бог, вот единственный отец наш, и мы есть истинные его дети. Если бы Бог был ваш отец, вы любили бы меня тогда, потому что я от Бога исшел и пришел сюда. И я не сам от себя пришел, нет. Он послал меня. Вы не понимаете речи моей от того, от того, что не можете слово моего слышать. Вы дети дьявола, он ваш отец, и вы хотите исполнять Бог отец вашего. Он всегда был человек-убийцей, всегда, от начала, и не устоял в истине, ибо истины нет в нем и не было. Говорить неправду это совершенно естественно для него, ибо он лжец, и не просто лжец, он отец лжи. И когда я говорю истину, вы поэтому и не можете поверить мне. Не слушайте его. Кто из вас докажет, обличит меня в грехе? Почему же, когда я говорю истину, вы мне не верите? Кто от Бога он слушает и слышит слова Божьи? А вы не от Бога, вот потому вы и не хотите меня слушать. Ну разве мы не правду говорим, что ты самарянин и что бес вселился в тебя? Нет во мне беса, но я, я чту отца моего, а вы бесчестите за это меня. Вот это вот прообраз католиков и православных, которые поклоняются иконам, мощам, трупам, и сам Богородиц, ведьмам. Матроны-то ведьма, ей хоть люди кланяются. Понимаете, поэтому он говорит, что ваш отец дьявол, он лжец, и я пришел избавить вас, вывести вас из рабства. Вот в чем дело, друзья мои. Поэтому, конечно же, вы все себя считаете истинными детьми Божьими, но это не так, если вы в православии и в католичестве. Вы все в магии, вы все в религии сатаны. Понимаете? Потому что православие и католики это заблудшие, слепые люди, которые испокон веков, их родители привели, или они там сами каким-то образом туда попали, но сатана проводит, проделывает большую работу, чтобы вас туда затащить. И как только вы подошли к иконочке, ваши глазки и ушки закрыты. Все! Вы не понимаете, что католичество и православие делают ровно противоположные вещи, о которых говорил Иисус Христос. Но чтобы вам проще было понять, я еще раз говорю, вы просто заменяете фарисеи на попы, священники, пасторы, иудеи заменяете на христиан и начинаете читать Евангелие. О чашах, которые намывают фарисеи, о их одеждах, как гробы, о том, что змеи прожили не хидны, о том, что вы слепые вожди, говорит Иисус Христос, и ведете народ не туда. Я не ругаюсь с вами, я не оскорбляю ваши чувства, я еще раз повторяю, я пытаюсь открыть ваши глаза. Времени на покоение мало. Два года осталось. В 26-м году время выйдет. Поэтому, если вы хотите исповедовать Иисуса Христа, исповедуйте Иисуса Христа, а не судите. И не высказывайте ваших предположений. Потому что за каждое праздное слово вы дадите в день суда. А суд уже идет. С моим появлением суд над живыми и над нами начался. То есть вы уже даете ответ. В 29-м году, когда мы проснемся, кто там, кто там, вы проснетесь там. Я вас не сужу, я вас предупреждаю, увещеваю, предостерегаю, чтобы вы проснулись там, в 29-м, а не там. А, и так, между прочим, один из новых братьев в чате нашего телеграм-канала выслал видео об Астане. То есть здесь глухой парень с сурдопереводом говорит о том, что Астану строили масоны. Парк выстроен ровно по их символике. Герб Астаны срисован с бафомета. А если в Астане поменять две буквы, то получится Сатана. Это ровно та же история, что с проектом НАСА. На английском, если поменять буквы местами, вот этот вот язык змеи красный, он считывается как буква Т. И если поменять буквы местами, то получится слово Сатан. Сатана. Про серп и молот и звезды с колоссиями на сталинских высотках, я думаю, уже все в курсе, что это магический атрибут. Весь мир, друзья мои, находится под магией. Именно поэтому весь мир в коме, от которой я был послан вас разбудить. Выходите из комы, просыпайтесь, мир находится в магии, в таком глубоком колодце, в такой вефезде. Об этом урок Дома Милосердия. И если вы не успеете оттуда выпрыгнуть, пока вода возмущается, благодаря тому, что Отец Небесный открыл через меня в этом Священном Писании, вы так и останетесь в этой купальне у овечьих ворот. Овечьи ворота это Царство Небесное. А купальня, вот этот круг ада, в котором там все плюхаются и ждут ангела, пока он придет. Речь об этом. Вместо того, чтобы войти уже в ворота, вернуться домой к Отцу Небесному. Поэтому продолжать вам ждать движение воды или вернуться домой зависит только от вас сейчас. Услышите ли вы меня или нет? А завершить хочу вот чем. Откроем Матфея 11, глава 16 стих. Но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свиреле, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест и не пьет. И говорят, в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет. И говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее. То есть, как Иисус Христос сказал, ни один пророк не принимается в своем Отечестве. Задумайтесь над этим. Иисус Христос не ходил в царских одеждах, не разъезжал на лимузинах, его распяли, он по воде ходил. Его распяли, он мертвых воскрешал. Его распяли, вы распяли его, друзья. Знающие, Писание, очнитесь. А сейчас вы сидите и говорите, что какой ты посланник, ты Дима Асташонок, мы тебя все знаем. То есть, история повторяется, друзья. С Иоаном Крестителем была ровно та же самая история. Я не питаю иллюзий, что меня тут все сейчас примут. Уже давно не питаю. Но я продолжаю делать мое дело, данное мне Отцом Небесным, во славу Иисуса Христа. Просто послушайте, чем грозят ваши праздные слова в мой адрес. Я не желаю вам зла, я хочу, чтобы вы проснулись, друзья мои. Я не ругаюсь с вами, я просто громко доказываю, почему я прав. Объясняю. Доказывать бессмысленно, я уже понял. Это давно. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Иисус ходил по близлежащим городам. У Ноя подписчиков не было. Речь ни в подписчиках, ни в просмотрах, ни в лайках, ни в чем этом. Я передаю информацию. И в этот раз повезло России. Посланник послан в Россию. Все, кто услышал и принял, спасен без суда. Принял, это значит, изучает, знает, соблюдает, покаялся за все. Ну, в общем, о чем все, то, о чем говорит Писание, Евангелие. Но больше всего достанется тем, кто лично со мной встречается, кто попал на мой канал, увидел и накидал камней. Понимаете? Проблем будет больше у вас, нежели у американцев, которые знать обо мне не знают, или там у китайцев, я не знаю. Но суть вы поняли. Поэтому я еще раз повторю, если вы попали на мой канал, вы не просто так сюда попали. Это ваш тест от Иисуса Христа. Тест, который проходит сейчас весь мир под названием «Время великой скорби», где претерпевший до конца спасется. Те, кто принял посланника, а значит, принимает пославшего, кто есть Иисус Христос, а значит, принимает Отца, те до конца претерпят. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тирисидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пеплище покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отрадней будет в день суда, нежели вам. Ну, речь о том, о чем я сказал выше буквально. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не извергнешься. Ибо если в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе, потому что до вас он дошел. Лично вы его видели. Вы могли, имели шанс с ним поговорить и спросить, задать любые вопросы и получить любые ответы. Но вы этого не сделали. Просмотрев 1, 2, 3 шортика или там в инстаграме сторисы, вы не поймете, о чем я говорю никогда. Нельзя понять по одному стиху Матфея 24, 24 о же Христах, о же пророках, о чем вообще говорит Библия и Евангелие. Нельзя. Нельзя получить прощение без покаяния и связи с Отцом Небесным во имя Иисуса Христа. А это постоянный диалог. Каждый из нас должен пребывать в покаянии. Постоянно. Потому что мы грешим каждый день. Вы понимаете? Покаившись один раз, там когда-то у какого-то попа священника в церкви и считая, что вам обеспечено Царствие Небесное, этому вас научили лжехристы. Каяться нужно дома, у себя никуда ходить для этого не нужно. Дома в спаленке в своей один на один с Господом Богом во имя Иисуса Христа. Все. Невозможно очиститься, если вы не пребываете в Слове. В Слове. Слово, вот это Слово, Библия. И все, что написано, все это Слово. Если вы не пребываете в Слове, Бог не пребывает в вас. А соответственно, никакие вы христиане даже не называете себя христианами. Не порочьте это учение. христиане не поклоняются трупам, не носят крестов. Истинные христиане. Они обращаются к Отцу Небесному во имя Иисуса Христа и только. Всему остальному вас обучил не Иисус Христос. Вас обучили люди, которых вы называете святыми отцами. И ведьмы, Матроны, висящие в православном храме. И статуэтки Дев Марией. Что есть атрибутика, магическая атрибутика, которая стоит в ваших храмах. Вот и все. Поэтому, друзья мои, братья и сестры, знающие Священное Писание, я вас прошу, не обижайтесь на меня, не оскорбляйтесь, а попытайтесь услышать то, о чем я говорю. Потому что, как сказано в Деяниях Святых Апостолов в 5 главе с 38 стиха «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их». Речь о посылаемых Иисусом Христом, пророков, посланников, ангелов, да, об этом речь. Отстаньте от них, он говорит. «Не швыряйте ваши камни, не судите и несудимы будете. Ибо, если это предприятие и дело от человеков, то оно разрушится, само собой. А если от Бога, то вы не можете разрушить его», здесь сказано. «Вы не можете его разрушить. Вот уже два с половиной года вы швыряете в меня ваши камни. Но, опять же, нет худа без добра. На каждый ваш камень появляется отдельный урок. Благодаря сегодняшнему камню вы поняли, что пророков Иисус посылает. Пророков Евангелия уже, понимаете, а не Ветхого Завета. Поэтому, друзья мои, Деяние 5, 39 говорит вам «Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками». Это очень важно. Вдумайтесь в эти слова и помните о них каждый раз, когда вы начинаете писать ваше видео. А уж тем более кого-то судить. Суд там, Отец без вас разберется. Поэтому я желаю вам всем мира, милости и богословений во имя Иисуса Христа. Аминь. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Редактор субтитров